МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы представляем наших друзей-сотрудников коллег. Это благотворительный фонд «Трамплин» из Казани. Его представляет создатель фонда Вера Аркадьевна Ивановская. Ей слово. Здравствуйте всем. Пару слов буквально о себе. Я из Питера на год 15 лет назад приехала в Казань пережить собственный кризис. И думала, что это как бы так промежуточно. Оказалось, это очень судьбоносное для меня место, где я встретила третий возраст, где я встретила свое реальное предназначение. Потому что до этого я была и музыкантом, педагогом, бизнесменом. И вот когда я приехала в Казань, я, конечно, уже до этого занималась психологией. Параллельно с бизнесом я интересовалась там и психоэзотерикой. Но вот по-настоящему была автором многих тренингов. Но вот чтобы прямо посвятить себя психологии, мне это в голову как бы не приходило. И только когда я, что называется, встала на путь своего предназначения настоящего. Ну что это такое? Это когда ты что-то делаешь и не устаешь. Ну только физически поспал, проснулся и опять тебя прет. И вот именно занятие психологии, вернее, когда я стала работать с людьми, в этом направлении появилась идея волонтерства. Потому что это полезно для той аудитории, которая ко мне приходила. Это люди в среднем в районе 30, когда наступает вот этот вот первый такой серьезный кризис возраста. Но он не первый по развитию человека, но такой вот возрастной кризис 30-летия. Вот это вот перехода в зрелость. А люди, в основном, очень многие, по крайней мере, те, у кого есть ощущение, что что-то в жизни не так, застревают где-то в других предыдущих этапах, там в подростке, в ребенке. И для того, чтобы догнаться как бы с взрослением, появилась идея волонтерской деятельности. Мы наткнулись... Обычно, когда человек говорит благотворительность, то в голове детский дом сразу. Ну, ничего другого обычно в голову не приходит. А у меня просто был контакт какого-то такого детского учебного заведения. Я думала, что это детский дом. Я в свое время им отдавала там вещи, мебель, которая у меня там оставалась. Я вначале ездила по квартирам. Вот. И я думала, что это детский дом. Оказалось, что это коррекционный интернат восьмого типа. И что там учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, ОВЗ. Но когда... Ну, это не... Опять же, дети с ограниченными возможностями рисуется картина, что это какие-то лежачие, там, тяжелая форма ДЦП, там, дауны, еще там что-то. Вот сейчас мы с этим все время сталкиваемся. А что есть дети вот такого формата, там, легкая степень аутизма, там, легкая степень, там, дебилизма, еще какие-то такие вещи. То есть внешне это ничем не отличающиеся дети. Ну, максимум у кого-то что-то плохо с речью как-то. Или там как-то он не смотрит, неадекватные какие-то реакции, ну, не смотрит в глаза, там, как-то дичится, еще что-то. А больше ничего. И я вдруг поняла, что вот то, что те дети, которые раньше... Я же работала в школе. И те дети, которые учились вместе с обычными детьми, вдруг какое-то время стали их отсоединять, отделять от обычных детей. И на самом деле это огромная беда. Потому что если эти дети раньше воспитывались вместе с обычными детьми, то, конечно, там были минусы. Там, может быть, какие-то там, какие-то закомплексованности, еще что-то. Может быть, это и было. Но ту пользу, которую получали дети, развиваясь как обычные люди, как все обычные, как нормальные, как среднестатистические, неважно, что ты там два раза оставался в одном классе, еще там что-то, неважно. Но тебя никто не воспринимал как ненормального, как дебила. И они потом, кстати, очень неплохо многие из них преуспевали. И в нашем классе учились два или там три человека, которые оставались там на второй год. И от нас кто-то отставал. Но это не было вот этим вот безобразием. Когда ребенок попадает в такую школу коррекционную, ровно через год-два он понимает, что он ненормальный. Более того, преподаватели, которые учатся в этих школах, такое ощущение, что их толком никто не проверяет. Родителям тоже чаще всего, ну, по поводу того, что происходит с детьми, все равно. Потому что процентов 80, не побоюсь, этой цифры детей из таких учебных заведениях, из неблагополучных семей. Их туда отправляют просто потому, что они не справляются со школьной программой. Раньше преподаватели дополнительно просто занимались или прикрепляли к какому-то другому ученику. А сейчас создают такую комиссию и отправляют ребенка, а значит, такую коррекционную школу, чтобы не мешало. Да, и поэтому мы вначале взялись за волонтерство. И вот, кстати, у меня есть видеоматериал того времени. Это мы сделали с ребятами, мы ездили там один-два раза в неделю к ним в интернат, и те дети, которых не забирали домой, это обычно дети из регионов, ну, в смысле, не из регионов, из области, из деревень. Вот, или там те дети, которых родители просто не хотят забирать им не до них. Вот, их там где-то было человек 30-40. И вот мы приезжали два раза в неделю, с ними рисовали. Вот там то, что вы увидите, теремок, это все мы с детьми рисовали. То, что они куклы показывали на руках бумажные, это тоже они все сначала там 3-4 занятия ушло на то, чтобы все это изготовить, а потом мы с ними сделали такой импровизированный спектакль, чтобы вы увидели, в каком состоянии дети. Многие дети, которые выглядят там лет на 10-12, на 10, там на максимум на 11, им уже по 13-14 лет. И, ну, вот даже там, то есть они очень там сильно как бы отстают. Но потом мы посмотрим с вами информацию о том, что собой представляет программа развития, которую мы разработали на основании вот того опыта, который мы получили от волонтерской деятельности. И уже понимали, что волонтеры хороши, но они ненадежны. То есть волонтер захотел пришел, захотел нет. А занятия у ребят должны быть постоянными. Тогда будет результат. Вначале дети вообще боялись подходить, боялись брать там ножницы, там рисовать, вырезать что-то. Мы всякими разными уловками их заманивали. Там, подержи, я сейчас там, ой, ты меня очень выручил. Когда мы начали их просто обнимать и говорить им какие-то ласковые слова, там прямо поток какой-то пошел. Они к нам неслись в объятия, когда мы приходили, как будто мы их родные родители. Конечно, это, ну, всех наших волонтеров, это, ну, настолько, настолько, с одной стороны, обескураживало, с другой стороны, притягивало. Первый год работы у нас был только на то, чтобы настроить воспитателей и руководство школы, что то, что мы делаем, это важно. Мы внедрили туда, стали искать денег, вот буквально кидать по миру, скиньтесь кто сколько может. И мы хотя бы какие-то там деньги доплачивали тем, кто регулярно заходил на какие-то занятия. А потом уже из этого всего мы уже решили, что если мы станем фондом и будем получать гранты, мы на тот момент понятия не имели вообще, как это получать, как это вообще, чего это стоит. И что еще, кроме грантов, нужно будет делать, если ты фондом становишься. То есть, наверное, мы начали организацию фонда с Эльвирой, потому что мы до конца не понимали, что это такое. Ну, вот Бог берет за шиворот тебя и куда-то прет. Но я вернусь непосредственно к нашей работе. И вот сейчас я прошу Дашу, запусти, пожалуйста, видео с этим первым, с тем, что собой представляли дети в самом начале. Пока там запускается, я скажу о том, что ничего нет более эффективного, чем для развития интеллекта, чем занятие творчеством. Причем у нас разделено по возрастам, и мы с трудом добиваемся в школах вот этого как программы именно. То есть младшие классы занимаются одними какими-то видами, средние другими, старшие третьими. Давай, запускай, Даш. Давай, поехали. Никто ей не ответил. Говори, а тогда? Кому ты сейчас говоришь? Где зрители? Ну да, смотри. Там мышонок житель и одесса. Там мышонок житель и одесса. Бежит по лесу на кушке. Как прыгают лягушки? Ну, попрыгай. Вот, ну как, где же у тебя лягушонка вниз головой? Там она что-то, может, показываться? Давай, да? Не, показывай. Давай, давай, давай. Удивиться надо Феремку. Ну, давай, давай. Вау! Ну, давай, давай, Лерочка. Давай, котик. Давай, я. Давай, давай, я. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Кто там живет? Кто в телемочке живет? Кто в телемочке живет? Руку, руку держи. Кто невесоком живет? Кто невесоком живет? Это я, мышка, наружка. А ты кто? А я, мышка, колокушка. На всяку пусти. А может быть, лапшка? Тебе. Давай, хорошо. И стали они жить вдвоем. Бежит? Куда, давай. Бежит, поедет. Зайчик попрыгает. Ну, где же он? Опрыгает, зайчик попрыгает. А где у тебя, зайчик? Если вы будете вот так прыгать, голова не вниз, у вас в плечении волка. Так. Ну, удивись. Удивись. У-у-у-у! И куда, смотри. Теревок. Ой, красивый. Ты пушок настоящий прямо. Молодец. Удивись сначала. Давай. Ой, теревок. А кому ты удивляешься? Вот там, кому. О-о-о! Теревок. Да? Ну? Ну, как он скол. Да? Теревок. Да, ты себе. Удевалась, я с ним когтю. Да? Да, я. Мышка, наружка. Я, я, я. Мышка. 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 Это я. Сальчик. Мышка. Попрыгай. Так. Веси. А ты кто? Поворачивай попа. Вот у него лицо. Значит, ты попа, попа, он должен быть тебе. Давай. Ну. Ну, кого у меня? Можно с вами? Петушок. олотой брепешок давай. Петушок с золотой брепешок. Пухарь, пухарь. Пухарь, пухарь, пухарь. Можно с вами жить? Давай, давай, давай. Держи по лесу бомбов. Ну вот, вы примерно увидели. То есть, вот представляете, вот эта девочка, которая была лягушкой, квакушкой, Верочка в клетчатой, это вот ей 12 лет. Мальчик за ней, который был зайчик-побегайчик, ему тоже было 13 лет тогда. То есть, а вот последний, который медведь реветь, это с этим мальчиком вообще история. У него плохая речь, но он так на занятиях у нас складывал оригами, что в каком смысле у ребенка проблемы с интеллектом? Там не может их быть. И понятно, что пока они в школе учатся, мы не могли ничего там пройти, экспертизу, не имели права, и школа нам разрешала, и родителям, в общем-то. Но когда он закончил интернат, я этого Никиту повела на обследование. У нас есть такой замечательный логопедический центр в Казани, сделали ему по направлению МРТ, не МРТ, в общем, короче, я не знаю, как это называется. Короче, сделали анализ всего, что связано с головой, сосудами, и выяснилось, что никакого у него диагноза, из-за которого он попал в этот интернат в третьем классе, не было. У него просто была родовая травма, которая повлияла на нарушение кровоснабжения того места, где мозг отвечает за речь. И все. Но когда я об этом рассказала родителям, они там в деревне в Алексеевском живут, я позвонила, и говорю, вот так-то, так-то, вообще там никто ничего не захотел делать. И вообще, ну, я попросила, чтобы они ему разрешили помощникам вожатого в лагере работать, они категорически отказались, он нам в деревне по хозяйству нужен, сказали они, и, в общем, все на этом. То есть, это я вам специально картинку показываю. Вот мы поэтому разработали программу развития, и она у нас была первая, то, что мы запустили в свою работу. Потому что на сегодняшний день мы уже занимаемся вторым этапом, мы формируем направление социализации, профориентации, вернее, социализация частично у нас была и в программе развития. Даша, пожалуйста, вот эту презентацию подготовь, пожалуйста. Программу развития, да? Да. Вот. И в эту программу у нас входит не только занятия в школах. Сейчас мы работаем с четырьмя школами в Казани, на самом деле их семь или восемь, но остальные не согласились. Потому что это же дополнительная проблема. Зачем это надо? Люди очень логично понимают, чем меньше они где-то фигурируют, тем им легче работать. Поэтому не все школы согласились с нами работать. И плюс мы работаем еще со школой в Альметьевске. Там замечательный совершенно директор. Вот там, где директора такие прогрессивные, там, конечно, наши усилия поддерживаются. И есть такой коннект в сотрудничестве. Запускаю, Дашенька. Ну, то, что я в двух словах уже сказала. То, что проблема у этих детей заключается в том, что это дети в основном из неблагополучных семей. Мало того, что у них пример жизненный не самый лучший. Да, к тому же еще в школе идет вот это закрепление иждивенческой позиции. И раз я дебил, то мне все должны. И с меня никто ничего не спрашивает. Это, безусловно, влияет на то, что к периоду взросления у человека уже искажено восприятие мира и своего места. Давай дальше. Ну, тут про статистику. В общем-то, в основном. Самое главное, что... Давай-давай-давай потихонечку так двигай, потому что, если кому-то надо будет более что-то подробное, тут перечисляются те занятия, которые мы внедрили. Они у нас немножко, бывает, иногда меняются, если педагоги меняются. Но в основном это примерно вот в одном плане. Вот это вот показаны фотографии мотивационных мероприятий. Два раза в год мы вывозим детей на какие-то, те, которые занимаются в программе, на какие-то там экскурсии по Казани, экскурсии по музеям, мастер-классы интересные. Например, первый год работы мы вывезли первый интернат в цирк. Не поверите, 95% детей ни разу за свою жизнь в цирке не были. Это было у них первое и, может быть, последнее посещение цирка. Точно так же там. Вот это вот фотографии по поводу лагеря. Это то, что оздоровительный, трудовой, творческий, можно его назвать, лагерь, где дети в первую очередь, это единственный у многих опыт общения со здоровыми молодыми людьми. Это бесценный опыт. Даже если бы больше там ничего не было, то уже только одно это, это мощь. Вот это уже фотографии от фестивалей талантов. Я покажу два видео, что с собой дети представляют, когда уже с ними занимаются. И наша главная задача – это доносить. А вот это уже уроки профориентации. Вот, кстати, банк открытия вот здесь. Вот это наши первые партнеры, которые натолкнули нас на идею продажи картин детских. Там сотрудники банка и себе в кабинет это покупают, и своим клиентам предлагают. И на эти деньги мы можем, например, покупать холсты и краски для того, чтобы дети занимались. А вот это урок профориентации по поварскому делу. Вот это вот фото занятия. Ну, это вот как бы шитье. Это у них и так в программе как бы есть. Единственное, что мы приглашаем тоже наших партнеров. Инклюзивную пошивочную мастерскую, где работают люди с ОВЗ и нет. И шьют одежду для детей, ну, вот таких инвалидов, специальную. Дальше давай, Дашенька. Это наши, вот это наша команда. Это ценность этой команды в том, что почему фонд уже на после двух лет работы вошел в число 10 лучших фондов России. Потому что вообще вся команда, почти вся команда на 80, может быть, на 80 процентов, это люди, которые занимаются в том центре, который я организовала, семейный клуб арт-психологии «Веранда». Вы можете о нем посмотреть. Я тоже скидывала в чат как раз приглашение смотреть кинотренинги или участвовать в интенсиве. Так как это люди, которые изучают себя, интересуются психологией, и они идут в эту работу фонда сознательно. Более того, у них есть прекрасные и ценные навыки договариваться, слышать друг друга. И поэтому тех проблем, которые есть обычно в коллективах, у нас практически нет. Более того, форма работы – это не начальник подчиненный, как обычно это бывает. Форма работы – каждый отвечает за свое направление, за программу развития отвечает один человек, за программу профориентации другой, за лагерь третий. И есть только задача президента быть только координатором. У нее есть свои задачи. И это так называемая система руководства «Бирюзовая». Опять она у нас создалась, а мы про то, что у нее есть название, и она, оказывается, очень прогрессивная. Узнали буквально месяца два назад. И теперь, Дашенька, подготовь, пожалуйста, видео. Там есть про… Лагерь. Про Новый год. Нет, подожди, про лагерь. Все поняла. Это вот первое мероприятие, которое мы сделали уже будучи фондом. Эд Корстен – это у нас одно из элитных таких мест. Эти дети с роду бы никогда в этот Корстен не попали. И действительно, многие из них туда и попали. Вот на это мероприятие новогоднюю елку вообще впервые, а может быть, единственная за свою жизнь. Потому что обычно елки в таких учебных заведениях такие убогие были. Это сейчас мы уже туда приглашаем и оплачиваем артистов. А раньше это было, конечно, нечто. Были приглашены, обучены волонтеры нами. Музыка Сказка Очень красиво И песни разные Зарядка, игры Там очень нравится Здесь происходит Новый год Все дети рассказывают стихи Красиво Здесь очень все волшебно Поздравляю всех тех наших партнеров Спонсоров, благотворителей, волонтеров За организацию этого масштабнейшего мероприятия Для 800 детей из коллекционных школ, интернатов города Казани Мы осознанно сделали это мероприятие Это большое мероприятие, которое, конечно, очень сложно было воплотить в жизнь Но мы это сделали для того, чтобы дети поверили, что чудо существует Что Дед Мороз думает о них Что есть в мире хорошие, добрые, светлые праздники И самое главное, что жизнь, она большая Она огромная В ней очень много всего интересного Мы очень хотим, чтобы наши дети верили в то Что вот такие большие праздники могут быть и для них тоже А вот сейчас, Дашенька, покажи, пожалуйста, видеолагеря Это все было очень сложно Нам первый лагерь палаточный Мы нашли совершенно замечательное место И нам не разрешили детей с ОВЗ запускать туда И поэтому мы первую смену Ну там несколько человек все-таки протащили А в основном это дети Из находящихся в трудной жизненной ситуации Они тоже, ну как бы наши подопечные Но не в такой степени Потому что в обществе считается вообще И чиновниками Что дети с ОВЗ это больные дети Поэтому их надо лечить Развивать их не нужно Нет, это, кстати, смена уже не первая Это условия, которые мы создаем Максимально приближенными к условиям реальной жизни Меня слышно, когда я говорю? Параллельно Да, слышно Ага И Эльвиру видно было Эльвира это как раз президент фонда Я использовала труд, спорт и творчество Это основные принципы вообще всех наших лагерных семей Спорт это физическое здоровье Труд это ответственность И такая, по-моему, гражданская позиция И творчество это просто развитие любых творческих навыков и талантов Мы тоже учимся у этих детей Мы понимаем, насколько социально благое дело мы делаем Вообще, эта смена, она по-настоящему уникальная И дети уникальные, непростые Дети с нарушениями речи Дети с нарушениями интеллекта Есть очень сложные дети Ну, это 50 лет Но она же отходительная Там рассказывается из туалета Одного мальчика Но он все без семьи Он был сиротом Но в один день все зимы Там учимся бегать и играть в футбол по-настоящему В нашей смене лагеря были мастер-классы По йоге мы проводили Учились куклы делать Сарафаны шли А еще вчера был мастер-класс по пряникам Я научился мотылки делать Браслет делать из ниток И еще хорошо шашки взять Я задел первое место в моем лагере Они не больные Они все абсолютно такие же, как мы Просто у них что-то менее развито, чем у нас Зато другая сторона их личности Разве на випе И вот на этом нужно ставить акцент И самое главное Они должны знать и быть уверенными в том Что они такие же, как все Их любят и их общество примет Необходимо донести до этих ребят Что они очень нужны этому месту Необходимо помочь им Подарить им крылья Для того, чтобы они нашли свое место в жизни Ну вот То, с чем мы бьемся в основном На сегодняшний день Это мы пытаемся со всеми возможными Всеми возможными способами Донести, что это не больные дети Вы понимаете, что, например Квоты на путевки в санатории Все, каждый ребенок железно получает А в лагерь многие из них приехали Впервые в своей жизни И если бы не те лагеря, которые мы организовываем То ничего бы, ну вообще в их жизни Они бы даже этого не знали Они бы считали, что лагеря – это санатории Единственное, в каком учебном заведении Коррекционном есть лагерь закрепленный Это вот школа имени Ласточкина Для глухих и слабослышащих детей У нас сказали Все остальные школы Не имеют закрепленных лагерей В санатории дети ездят А в лагеря нет И вот этот вот Людик мы подбираем очень тщательно Людей, которые прямо с горящими глазами К детям идут Это очень важный момент И поэтому Вот эта вот здоровая любовь Которую дети получают в лагере Вот этот навык взаимодействия Сейчас уже, когда лагерь Лагерная смена у нас уже Там 8, по-моему, или 9 за это время было В этом году у нас есть очень большая проблема Из-за вот этих всех ограничений в количестве Никак не могут нам выделить в этом году место В прошлом году мы умудрились все-таки сделать лагерную смену Несмотря на пандемию А в этом году прямо похоже Что не получится И будем бить во все колокола в городе Чтобы нам дали закрепленное место Потому что ездить 3 часа до лагеря Это очень тяжело Потому что очень много у нас Приезжают туда ремесленников Люди, художников Фотографов Люди, которые проводят мастер-классы Они там не могут быть Мы не можем их там содержать всю смену Поэтому приходится туда-сюда Сами мы ездим из команды Нашего клуба Постоянно туда То в помощь, то мероприятие какое-то Помочь провести То еще что-нибудь Вот И ездить очень далеко и неудобно Будем пробивать это И На самом деле Когда дети Например Вот первые, которые были еще Которые попали в палаточный лагерь Который нам сейчас Никаким образом не дают Считая, что Это не для этих детей По каким-то нормам Дети с ОВЗ не проходят Не имеют права жить в палаточном лагере Это вообще просто Такое безобразие И Сейчас, когда мы Этими вопросами всем занимаемся Сталкиваемся С каким-то Ну вот Без бумажки Ты ничто Если Там закон Закон никто не прописал А тот, кто пишет законы Вообще не в теме То все Ты упираешься лбом В угол И дальше двигаться не можно Учитывая, что все-таки у нас Очень Творческая И креативная команда И Очень Общительный И Разноплановый Президент То У нас все время получается Что Бог посылает В безвыходных ситуациях Бог посылает Какое-нибудь решение Мы Там Если, например, надо провести Там Психологические Какие-то занятия Или Неважно С вожатыми Или с детьми Или провести там кинотренинг Я могу кого-то научить Или там максимум приеду сама Или Откорректировать там Направление Вера Аркадьевна Просьба потом не забыть Подробно Рассказать Про кинотренинги И про Ну Развитие творчества Хорошо Про кинотренинги Просьба не забыть Хорошо Даша Давай сейчас запустим Видео С фестивалем Что такое фестивали Это итог работы Кружков Вот этих развивающих занятий И для Это мощная Очень полезная Практика Когда ребенок Привыкает к сцене Это дает Мощнейший ресурс Ему для взрослой жизни Тоже в том числе Для социализации Это, кстати, первый фестиваль Он проходил в Казань-арена Это вот то футбольное Мощное такое Новое здание Которое было для Футбольной олимпиады Это картина Которую рисуют наши дети Наши второй А это вот последний был Который перед пандемией Там более понятно Помните, да, первое Что с собой дети представляли И что это было уже Вот В девятнадцатом году Фестиваль талантов Для ребят С ограниченными возможностями Здоровья Которые организовываем мы Благотворительный фонд Трамплин Это мероприятие Которое решает Несколько задач Во-первых Это отчетный концерт Нашей программы развития Ребята занимались В развивающих секциях Трамплина С сентября по май И сегодня Они представляют Свои лучшие Творческие Спортивные номера Дети из разных школ Они будут показывать Спектакли Песни Танцы И даже асаны Из йоги И сейчас у них Проходят мастер-классы Я провожу мастер-класс По вот таким вот Вертушкам Во-вторых Это мероприятие Это, конечно Отчетный концерт Для наших благотворителей Для наших друзей Для наших партнеров Чтобы люди Которые вкладывают Свои финансовые средства Материальные ресурсы Человеческие ресурсы Чтобы эти люди Видели В какие детей Они вкладывают Насколько важно И нужно детям Внимание Поддержка Развитие Профориентация Надо быть веселыми Надо быть общительными Творческими Ну и в общем-то Задавать тон Тем, которые Не хотят ничего Дома сидят И грустят Огромное спасибо От имени Общественной палаты Республики Тарстан От имени всех Наверное Общественных Всей республики Потому что Сегодня Действительно Настоящий праздник Были выступления Даже до дрожжи в теле До слез в глазах Большое спасибо За сегодняшний концерт Мы с вами Стали одной большой семьей Сегодня Проходит мастер-класс Мы решили Сегодня порисовать Что, ребята? Улиток Улиток Декоративные улитки Мы оформляем Этих улиток Узорами И еще Обязательно Рисуем Друзей Ну и в-третьих Это мероприятие Фестиваль талантов Для детей С ограниченными Возможностями здоровья Это очень мощная мотивация Главная задача Благотворительного фонда Трамплин Это развитие мотивации Детей Жить самостоятельной Полноценной Жизнью Наше направление Это жестовое пение Очень такой Особенный Вид искусства Который очень распространен В среде глухих людей Это очень красивые Художественные номера Которые Передают смысл Песен То есть Слышащие люди Воспринимают это на слух А глухие люди Воспринимают это зрительно У них большие успехи Они ездят И по России На фестивали И конкурсы Мы очень гордимся нашими детьми Мы гордимся каждым их новым достижением Каждым новым словом Каждым новым танцем Каждой новой песней Действительно очень важно Развиваться Каждый день становиться Чуточку лучше Очень классные Красивые Современные номера Честно сказать У меня мурашки Для покорства Сегодня вы Инвестировали В свое будущее Мы хотим вам Огромное спасибо Сказать еще раз И все что вы делаете Для наших детей Пусть вернется к вам В Не знаю В тысячу раз Вот спасибо огромное Душе Все кто причастны К этому мероприятию Огромное спасибо Огромная благодарность Что у каждой девочка Здесь стоящая И Очень красиво Каждый мальчик Очень силен Безменная благодарность За приглашение На этот праздник Идите по этому же пути И несите нам Красоту В этот мир Молодцы Это очень мощный вклад В развитие личности ребенка Потому что ребенок Начинает понимать Что он достоин внимания У него есть свое место Он заслуживает того Чтобы на него посмотрели Ну вот Теперь вы имеете представление Работа мощная совершенно И это конечно Даже по тому Какие дети приезжают в лагерь Мы видим Насколько Идет изменение Насколько идет прогресс И вот Через три года работы Программы развития Мы Перешли И социализации Частично Мы перешли К профориентации Сейчас мы разрабатываем В частности Вот в этом году Мы внедряли На постоянной основе Пока Как пилотный вариант В два учебных заведения Где директора Более или менее Адекватные Лояльные Мастер-классы Именно ремесленные То есть мы Привлекаем Ремесленников Коих в Казани Достаточно много Вообще Ремесла развиты Для того Что Ну Выбираем из них Тех Которые Во-первых Конечно Любят детей И И заинтересованы В принципе В процессе обучения Своему ремеслу Во-вторых Это Ну Должно совпадать То есть Задача Вот этих Мастер-классов Во-первых Конечно Расширить Кругозор Детей Чтобы они Имели представление О Разных Ремеслах И вот Наша задача Хотя бы Открыть им Еще Расширить Возможность Выбора Тем более Это дети Наша задача Выбрать Из этих детей Способных Или Заинтересованных Хотя бы И задача Мастер-класса Выявить Таких детей Для того Чтобы потом Организовать Им Сопровождаемое Проживание То есть Тьюторское Такое Тьюторское Сопровождение И Обучение Именно Ремеслу Непосредственно От мастера Что будет Намного Эффективнее Нежели Он будет Там Толохаться В Колледже И Обучаться Профессии Которые Вряд ли Когда-нибудь Будет Заниматься Именно Понимая Это Кроме Того Что мы Запускаем Программа Профориентации Мы Формируем Сейчас Тьюторский Волонтерский Клуб Для чего Это Чтобы Объединить Волонтеров И Людей Которые Заинтересованы В получении Тьюторской Профессии Вместе Из всех Фондов Из Учебных Заведений В которых Есть Волонтерские Центры Сделать Жизнь Жизнь Волонтеров Реально Интересной И с одной стороны Это будет База И воспитательная Развивающая Программа С другой стороны С очень большими Разными Такими Ништяками Как молодежь Говорит Мы Взаимодействуем С Ротари-клубом Международным И там Есть возможность Отправлять Молодежь Там по обмену В другие страны Это очень Полезно Интересно И для изучения Языка И для знакомства Расширения Круга Общения И Самое главное Изучить Культуру Которая Есть В Европе И в Америке Именно Тьютерское Волонтерство Инклюзивную Культуру В первую очередь Чего в нашем Обществе Очень сильно Не хватает Это одно Направление Которым Мы сейчас Усиленно Занимаемся И оно У нас Уже Вот-вот Запустится В июне Уже Начнет Функционировать Этот клуб Все уже Предварительно Подготовлено И руководители Есть И наработанные Отношения Вот И второе Направление Которым Мы сейчас Занимаемся Это Открытие Вернее Открытие Инклюзивной Художественной Мастерской То есть Потом Это можно Будет Тиражировать Но Вначале Это место Это не просто Где собираются Инвалиды И что-то Вместе Делают Потому что В принципе Ремесленников Много В Казани У всех У них Одна Проблема Сбыт То есть Продажи Максимум На ярмарках И в общем-то Там Сувенирные Магазинчики И больше Никуда У нас Есть Уже Наработки Взаимодействия С фирмами Когда Фирмы Закупают Вот себе Или заказывают Картины Или расписанные Там Какие-то Тарелки С татарскими Какими-то Узорами То есть У нас Есть Задача На базе Тьюторского Клуба Волонтерского И вот Этой Инклюзивной Мастерской Где Внутри У нас Система Обучения Уже Все Налажено Есть Просто нужен Предприниматель Который Возьмется Это организовать Если Кстати Среди вас Есть такие Люди Мы Берем Что называется Готовы Работать И сотрудничать И Чтобы И в этой Инклюзивной Мастерской Работали Не только Инвалиды А чтобы Работали там И здоровые Художники В том числе И Тем самым Создавалась К этой Инклюзивной Мастерской Чтобы еще Работал Мощный Продажный Центр Эффективный Использующий И интернет Ресурсы Интернет Магазины Там И Впрямую Работая С разными Фирмами Беря у них Заказы На выполнение Каких-то Комплексных Там Сувенирных Заказов Чтобы Это была Какая-то Альтернатива Китайской Мощной Сувенирной Продукции Которая Буквально Заполонила Сейчас Рынок Сувенирный За счет Своей Доступности Дешевизны И так далее И если Мы будем Продвигать Инклюзивную Культуру И доносить Людям Что Купив Эту чашку Расписанную Вручную Человеком С ОВЗ Он не только Покупает Чашку Но еще И делает Доброе Дело Если Молодежь Которая К нам Придет В волонтерский Клуб Будет Заинтересована Получить Эту Очень В будущем Востребованную Да и сейчас Востребованную Профессию Продавца В условиях Рыночной Экономики Надвигающегося Кризиса Когда будут Сокращаться Массово Рабочие Профессии Очень Многие Начиная От Таксистов И заканчивая Там Я не знаю Рабочими На заводах То Сфера Обслуживания Будет Единственная Востребованная Сфера Которая Вряд ли Коснется Кризис И Именно Мощная Продажная Группа Это Залог Успеха Любых Услуг В сфере Обслуживания И в том числе И Творчества И В самом Конце Ну как бы Вернее не в конце А цель Вообще всех наших Вот этих Движений То о чем Я сейчас вам Рассказала Есть проект Который Я планирую Запустить Наверное Года через два А сейчас Вот к нему Делать Вот эти Вот подготовительные Действия Сопровождаемое Проживание Тьюторский Клуб А еще Вот забыла Мы начали Еще одно Начинание Формирование Родительских Клубов Почему клубы Во-первых Потому что Это Завтрашний день Вообще Взаимодействия Общества Если мы Смотрим На то Как развивается Американское И европейское Общество Которое Раньше Нас попало В рыночную Экономику Вот это И раньше Нас получили В руки Обилие Гаджетов То Они тоже Уже прошли Сначала Мощное Разобщение А потом Желание Все-таки Как-то Взаимодействовать По интересам И Вот эти Объединения По интересам Это собственно Говоря Есть клубы Они конечно Подразумевают Какой-то Небольшой Клубный Взнос Для того Чтобы клуб Функционировал Потому что Не все Они Скажем Государство В них Заинтересовано Вот Но Это должно Быть Очень доступно Очень Экономно Но при этом Это дисциплинирует Если хотя бы Там 500 рублей В месяц Человек Заплатил Свой Членский Взнос Он все равно Ходить будет Более того Цель работы Именно с Родителями Противопоставить Вот этой Вот Иждивенческой Философии Которые За время Выращивания Ребенка Конечно В трудных Условиях Взрослый Человек Привыкает Но он К этому К сожалению Еще и Приучает Своего Ребенка Которого Он выращивает И это Огромная Проблема С одной С одной С одной С одной С другой Женщина Положившая Жизнь На выращивание Трудного Ребенка Дальше Настолько С ним Сродняется И она Вываливается Из социума Что к моменту Когда он Взрослеет Вместо Того Чтобы Формировать Его Как Самостоятельную Взрослую Единицу Она Его Намертво Привязывает К себе И даже Когда у Него Есть Какой-то Порыв А я Пойду Туда Куда Тебе Мне туда бесполезно, вот иди лучше сюда. И таким образом происходит деморализация подростка, который мог бы включить какие-то свои ресурсы и прыгнуть над собой, скажем так. Но мама, которая боится за него, боится его потерять. Она намертво с ним сроднилась. Она все время ему рассказывает о том, как он стукнется об потолок, который сама делает очень мощным. И это огромная проблема. И именно для этого мы планируем организовывать, начать работу с родителями. Она, с нашей точки зрения, в этом отношении мы совершенно согласны и с Давидом, и с Юсефом, потому что не бессмысленно работать с ребенком, если с родителем не производится определенная работа, которая, потому что не посторонние люди влияют на ребенка, а именно те, которые его окружают. И из-за страха, из-за стресса, когда родители получают, входят вернее, когда они понимают, что с их ребенком что-то не так, вот в этот момент нужно родителям понимать, что, во-первых, Бог не по силам испытаний не дает, что это единственное наилучшее стечение обстоятельств в этой жизни, которое только может быть для прохождения очень важных жизненных уроков. И я уж не говорю про карму. Не все в нее, как бы, к ней относятся с принятием и пониманием. Но даже если мы убираем кармические уроки, задачи, возможность вот это вот отдавая, подниматься, расти и так далее, то даже только это. Если ты понимаешь, что это наилучший и мощнейший подарок Бога тебе вот такой ребенок, если ты к этому относишься с благодарностью, то откуда-то берутся силы, помощь. Причем это не про то, что мы какие-то другие. Мы все разные, даже люди, у которых нет никакого диагноза, все с особенностями. Нету без особенностей людей. Но если воспринимать себя несчастным в этой ситуации, то очень рано ребенок поймет, что он тоже несчастный. И если воспринимать, что раз я несчастный, все мне должны, то очень быстро ребенок тоже понимает, что все ему должны. И вот наша задача с вами, теми родителями, которые прогрессивнее других, скажем так, те, которые интересуются, те, которые пытаются что-то вытащить своего ребенка на тот уровень, который ему доступен, вернее, выше того уровня, который кажется, что ему доступен. Это как раз наша задача максимально об этом разговаривать и доносить. Дашенька, включи последнее, пожалуйста, видео с презентацией «Дом». Это инклюзивный туристический центр, моя идея такая. Есть, конечно, более расширенная презентация с цифрами, но это такая. Мы с ней вышли тоже на вот этот международный клуб «Ротари», и сейчас под нее подгоняем программу, команду собираем. Чтобы к моменту, когда у нас есть цель под этот дом у правительства Катарстана получить здание какое-то в относительном центре Казани с удобной инфраструктурой, полностью его сделать пригодным к использованию людям с ограниченными возможностями, чтобы это был своего рода центр инклюзивной культуры. То есть этот центр, как мы предполагаем, там 4-5 этажей, на первом этаже, чтобы там, ну, там в начале прокручиваясь следующее, это, ну, понятно, что это про миссия «Полноценное включение людей с особенностями развития инклюзии 360». Мы придумали этот такой, так называемый, девиз. Это вот про актуальность проблемы. Посмотрите, удивительно, что на разных сайтах совершенно разные цифры, но мы нашли такие более или менее похожие на «Реал». Дальше давай. Вот идея создания вот такого инклюзивного центра, где бы ребята, обучающиеся профессиям, могли бы иметь сопровождаемое проживание, чтобы там был хостел, то есть это места работы, в то же время, чтобы могли приезжать из других городов люди с ограниченными возможностями здоровья и прекрасно там себя чувствовать. Это хостел, чтобы был не только для инвалидов, а вообще для любых людей, потому что место должно быть удобное. Дальше давай. Ну вот для чего нужен этот проект? Во-первых, продвижение обучения ремеслам и профессиям в сфере обслуживания. То, что я говорила, будет очень востребовано. Психологическая помощь семьям и людям с ОВЗ, культурная и социальная адаптация, туризм и свободное передвижение. Вот этот тютерский центр, ну вот этот тютерский волонтерский клуб, о котором я говорила. Социальное предпринимательство, чтобы там было обязательно, там и консультации юриста. То есть такое вот сопровождение, если человек какой-то захочет что-то открыть свое социальное начинание предпринимательства. Вот сопровождаемое проживание, то, что я говорила, и чтобы там были места для любых людей, которые, пусть особенностями, которые хотят работать. Давай дальше. Что мы там планируем, условно говоря, разместить? Значит, вот на первом этаже, чтобы это были мастерские, там и сувенирная лапка, мастерских, чтобы проходили и мастер-классы, и в то же время происходило обучение ремеслам. На нижнем этаже, там могла бы быть прачечная, это тоже как бы источник дохода. То есть за само здание мы планируем получить от города бесплатно или найти инвестора, который бы его оплачивал. А вот все содержание того, что там происходит, мы берем на себя. Значит, национальный фудкорт и кофейня с доставкой, с тугоу, доставка еды, которая сейчас получила большое распространение. Общежитие обязательно там должно быть, и тоже там с клубом с каким-то, чтобы ребята, которые обучаются ремеслам и работают, если они не в Казани живут, а где-то в области, чтобы у них была возможность нормального, очень экономно по цене и сопровождаемого проживания. Опять же, как источник доходов у этого, как себе, коммерческого предприятия, это аренда самоката, велосипедов, инвалидных колясок, таких вот легких, с которыми легко передвигаться по городу. Обязательно хостел, это тоже место работы, как я уже говорила, и возможность получать прибыль. А конференц-зал, где могло бы оборудованы именно с условием инклюзии и людей с ОВЗ, чтобы там могли и НКО проводить свои встречи, совещания, и какие-то межрегиональные встречи на тему инклюзии. То есть такой вот конференц-зал. Да и вообще можно было бы его тоже сдавать в аренду и тем самым окупать помещение. Ну и обязательно, конечно, тьютерский клуб, центр, чтобы у него там было такое стационарное место. Просчитанные по предварительному бизнес-плану, такому предварительному, инвестиции для запуска проекта 19 миллионов, в принципе, это вполне себе реальная цифра, если учесть, что можно это делать не в одночасье, а постепенно. Вот если мы там, например, уже мастерские, уже въедут туда, там из других каких-то арендованных мест, их уже там, они в них уже будут вложены. То есть это и гранты, это и инвестиции бизнес-сообщества, и помощь города, и уже какие-то собственные наработки. Дальше. Ну вот это вот как бы, это не все, безусловно, люди, но это те люди, которые напрямую в теме. Это вот я, Эльвира, президент, и Лена Ходова, которая с нами с самого начала, если остальные люди там появлялись уже, может быть, какие-то позже, какие-то менялись. Лена начинала программу развития, потом вот перешла на программу профориентации, отдала программу развития человеку, у которого есть опыт преподавания. А Лена сама интересуется именно ремеслами, именно у нее больше такая работа, деятельность, связанная с ремесленниками, поэтому вот она в этом месте. Сейчас уже позже создание презентации появился замечательный парень, который сам отец четырех детей, и один из них с ОВЗ, и он занимается организацией тьютерского клуба, и мы находимся в активном поиске предпринимателя для того, чтобы открывать, вот сначала открыть эту первую художественную, инклюзивную мастерскую, а потом уже это тиражировать. Вот такие наши планы. Теперь, если по вот этому, по тому, что я рассказала, есть какие-то вопросы, давайте мы с этим, и потом я расскажу о кинотренингах. Если у кого-то есть вопросы, просьба задавать кратко, потому что мы уже как бы почти исчерпали лимит времени. Потом вопросы можно будет и задать потом лично. А, ну да, точно. Вы потом можете написать, я, безусловно, на все вопросы отвечу. Давайте я буквально пару слов скажу о кинотренингах. Во-первых, более подробно, и кому надо, вы можете в Инстаграме зайти, веранда онлайн английскими буквами написана, и вы попадете на страничку именно семейного клуба арт-психологии веранда, программа пространства развития личности, и там в топлинке вы попадете на описание, что такое кинотренинг, и архив там из более ста записанных кинотренингов. Они разделены по разделам родителей и дети, мужчина и женщина, личность в социуме и созависимость. Так вот, в разделе личность в социуме и родителей и дети очень много важных, ценных, полезных кинотренингов с использованием материалов, фильмов, именно об особенных людях, об особенных детях, о взаимодействии. Я там даю очень много советов и лайфхаков, как выстраивать отношения в семье для того, чтобы добиваться радостного сотрудничества и взаимопонимания. То есть те главные двух составляющих, которые дают людям в семье возможность развиваться, а не задыхаться. Что это такое? Я беру фильм на какую-то тему, формулирую, ну, Илья, или те люди, которых я обучила, они тоже там есть в некоторых как ведущие. Конечно, большинство моих, потому что дольше записывали меня. Я беру какой-то фильм, формирую название главного вопроса, на который будет идти речь. Дальше идет, на каждый фильм есть анонс, то есть набор вопросов, ответы на которые мы ищем в процессе этого кинотренинга. И в процессе фильма я останавливаю где-то, обращаю внимание на что-то, задаю какие-то вопросы, тем самым формируется навык предметного, очень внимательного просмотра вообще материалов и самое главное навык наблюдения и анализа за тем, что происходит у человека в жизни. Это очень полезно и взрослым, и детям. Мы проводим кинотренинги в наших подшеркновенных школах и в лагере. и вот этот навык, когда задаешь детям вопросы, они на него отвечают, это дает, во-первых, это формирует навык анализа, потому что что такое анализ и почему он очень важен. Когда мы анализируем, мы можем посмотреть на ситуацию со стороны. Навык задать вопрос и именно на вопрос ответить, это бесценный дар, потому что проблема тех людей, которые не принимают или не умеют принимать решение, очень часто заключается в том, что задается вопрос, а ответ на этот вопрос вообще не в тему. Ну, например, надо поехать, надо купить путевки в санаторий. Нет, вопросом надо. Надо ли мне покупать путевки в санаторий? Ответ. У меня нет денег. Понимаете, да, что вопрос на одну тему, а ответ на другую. И если вы будете на это обращать внимание, очень часто вы будете на это натыкаться. Вот поэтому я рекомендую всегда письменно принимать решение, задавать вопрос, писать на него ответ, а потом проверять ответ на этот вопрос или нет. Это очень полезно. И этому очень полезно учить детей. И в этом очень большую пользу приносит вот этот метод кинотренингов. А если еще после кинотренинга мы пишем вывод, что я для себя понял из этого кинотренинга, какие я сделал выводы, на что мне нужно теперь обращать внимание, вот тогда это совершенно бесценный метод. я понятно все объяснила, есть еще какие-то вопросы, там кстати есть возможность посмотреть один кинотренинг бесплатно, для того, чтобы вообще иметь представление об этом. Если будут какие-то трудности с поиском, потому что не все понимают, что такое топлин, как на него надо кликать и так далее, пишите, я всегда помогу. Ну вот, я так думаю, что все. Большое спасибо. Многое то, что я, например, из того, что было сказано, я услышал первый раз, и мы таки с вами еще на этом поговорим. Я всегда как это развитие донести. Объем информации для меня и для других тоже очень большой. Рад тому, что мы встретились. Это взаимно. Я тоже очень рада, что мы познакомились. Замечательно совершенно. Да, очень созвучно многое. Многие аспекты для нас оказываются новыми. Предполагаю, что и для вас тоже мы полезны. Конечно, конечно. Если у никого нет вопросов, тогда вопросов сейчас. Естественно, вы знаете, что Вере Оказина можете задать вопросы лично. Многие знают, как это сделать. Если сейчас нет вопросов, тогда мы заканчиваем на этом, на данном этапе. И продолжаем наше. Написано, извините, это школа для особенных детей или интернат. Это интернат был. Скажите, пожалуйста, есть ли филиал вашего фонда на Украине? Нету. И можно ссылки на ваши сети. Я скину ссылки в чат. Мы их естественно разместим в виде комментариев к записи этой встречи. Мы с вами не прощаемся. Мы продолжаем наше сотрудничество в рамках создаваемого нами Международного Методического Центра по разработке и внедрению методик развития и оздоровления детей. Мы назвали его РАМОТ. И вот это собственно и стало поводом для нашего знакомства тоже. И у меня к вам будут уже более конкретные предложения по поводу того, как то, что вы уже сделали, вывести на другой уровень. Мне лично все это весьма впечатлило и понравилось. И на что я лично обратил внимание, это на достаточно ощутимую разницу между теми, какими были дети-подростки во время начала первого видео, зажатыми, пропадающими, как бы, выпадающими из пространства, и какими они стали буквально через несколько минут после вот этого совместного представления, как они раскрылись, насколько это было естественно и важно для них тоже, кроме всего прочего. Конечно. Очень интересная трансформация буквально на глазах, прямо во время вот этого несколько минутного спектакля. Ладно, большое спасибо и до скорого. Да, спасибо огромное за внимание, за ваше время, за сотрудничество, всех благ. Спасибо.